Игромания.ру представляет Всем привет, с вами Антон Млоганов Мы находимся в Лондоне, в Милбанг, в Пентенчире 120 лет назад здесь была тюрьма А сегодня Electronic Arts показывает свои самые новые игры Когда-то здесь была тюрьма Сначала для женщин, потом совмещенная Это место было известно тем, что в местных коридорах путались даже начальники тюрьмы сами И в 21 веке, по иронии судьбы, это место стало офисным центром И сегодня здесь Electronic Arts показывает свои самые новые проекты Субтитры создавал DimaTorzok Только что мы поиграли в Secret World Это новое ММО от нашей некогда любимой компании Funcom, в которой работают замечательные люди Создавшие прекраснейшую игру Longest Journey и Dreamfall Ну, а также известные как создатели одних из первых ММО Последняя игра была Age of Conan Мне лично очень понравилась Но публика была принята со скрипом Сильно переделалась Ну и вроде сейчас как-никак живет достаточно неплохой Самостоятельной жизнью Все это время они работали над своим новым амбициозным ММО проектом Secret World Совершенно точно Secret World Одна из необычных ММО, которые сейчас выходят на рынок Всем уже известен слоган разработчиков В игре нет никаких уровней, никаких классов В реальности ролевая система напоминает то ли Диабло То ли отчасти можно увидеть элементы Доты По сути у героев есть несколько направлений развития И куча обилок, которые они могут тасовать как карточную колоду Ну, как МТГ Игроки как бы создают вот эти сеты для разных ситуаций И в разных ситуациях, соответственно, их применяют Могут издалека крошить зомби-оружие Могут наоборот в рукопашку по лестнице В игре, в общем-то, есть возможность сохранять эти пресеты Загружать их в любой момент Насколько это будет интересно понять Потому что мы здесь увидели невозможно Но зато можно было оценить другую часть игры Это сюжетная Как известно, над сценарием трудится Рангвард Торквист В игре есть ролики, есть сюжет с противостоянием Трех секретных тайных сообществ в нашем мире И тот уровень, на котором мы играли Он был посвящен эпизоду в закрытом парке развлечений В котором завелась какая-то чертовщина Ну и вот спустя полчаса я могу сказать одно Мне не очень понравилась механика игры Мне кажется, она слишком медленная, слишком неотзывчивая Очень похожа на старые проекты фанком То есть жанр с тех пор, он двинулся вперед А вот фанком сама как-то, мне кажется, буксует Сменив направление, начала буксовать Идет ногу со временем И вот с точки зрения сюжета очень приятно Очень прикольные диалоги Не то чтобы круто поставленные ролики Но достаточно хорошо И вот на данном конкретном уровне На большой карте была там своя история Приходим к какому-то миллионеру Который на Бентли приехал с нами на встречу Он рассказывает спуки истории Как этот парк еще во время строительства Преследовали самые жуткие происшествия Но его отец, миллиардер, все равно решил его открыть Тут же люди стали погибать Разные поломки случались Кто-то сходил с ума Ну, в общем, так старательно пугают Ну, а мы отправляемся в парк разобраться В чем, собственно, проблема И вот ты во все это играешь и думаешь Господи, почему это ММО? Почему вот на этом месте Нету клевой сюжетной приключенческой игры Которая всегда удавалась на фан-кому Из-за того, что это ММО Установка, ну, не на должном уровне Все равно Показали один-два ролика Все остальное время Простым текстом, разговорами Ну, и игра тащит не сюжетом, а атмосферой С другой стороны, вот такой тип сюжета Он в ММО вообще кажется странным То есть очень непонятная помесь Мне кажется, она недостаточно дружелюбная Для миллионов Ее тематика вот тоже специфическая Больше подходит, как ни странно, для любителей приключенческих игр Я бы, правда, поиграл в Secret World С удовольствием, вот в формате Классической одиночной приключенческой игры UEFA Евро 2012 Игра, посвященная чемпионату в Польше и Украине И тут, надо сказать, свершилось чудо Electronic Arts в какой-то веке Почувствовала, что несколько неправильно Продавать небольшой патч для очередной FIFA Да, в отдельной коробке за отдельные деньги И выпустит Евро 2012 в виде DLC Мы создаем UEFA Евро 2012 Это первый загружаемый аддон Расширение для FIFA 12 Владельцы этой игры смогут приобрести это дополнение И присоединить его к своей игре Но это не обычное дополнение Это целый новый турнир То есть игроков ждет очень много нового контента Например, в игре воссозданы все 8 реальных стадионов 4 польских и 4 украинских Вас ждут все 53 команды, которые примут участие в турнире Нужно будет проходить отборочный тур Все как в реальности Будет режим быстрой игры Где вы сможете сыграть за любую из 53 команд, входящих в ЕГУ UEFA Также будет офлайн-турнир, где вам придется сражаться против компьютера Чтобы выиграть Евро 2012 и заполучить трофей И, конечно, будет онлайн-турнир, где вы сможете проводить товарищеские матчи Против людей со всех краев света По реальным правилам турнира Евро 2012 Сначала идет групповой этап Вам нужно пройти квалификацию Затем выиграть четвертьфинал, полуфинал и, наконец, финал Также будет режим Daily Challenges Это довольно любопытный режим Его задумка такова После начала Евро 2012 в реальности Мы начнем выпускать сценарии, основанные на реальных матчах Представьте, что турнир уже начался Если первый матч состоится в воскресенье, то уже во вторник вы получите сценарий по его мотивам Скажем, в первом матче Финляндия играет с Францией И, допустим, Финляндия одерживает верх над Францией И вам это не нравится Мы говорим Хорошо, как вам нравится такая идея? Самостоятельно провести этот матч и переписать историю Вы сможете переиграть эту встречу и изменить видеорезультат Еще будет режим, названный Expedition или Tourne Это совершенно новый игровой режим, вдохновленный настольными играми Но, знаете, в этих играх нужно собирать собственную команду Одного выбросить, другого поставить Многие ими увлекаются Tourne вдохновлен этими настольными играми И здесь вам нужно будет победить сборные команды Европы Сначала вы выбираете капитана команды Вашего любимого футболиста А затем остальных игроков После этого вы начинаете Tourne по Европе Это настоящее Tourne, в ходе которого вы покорите всю Европу И ближе познакомитесь с игроками А теперь, собственно, одна из основных причин, почему мы сюда приехали Это вторая демонстрация Crysis 3 Первая была месяц назад В свежем номере можно уже посчитать А сейчас мы можем впервые показать футидж Ну и, собственно, более близко познакомиться с демкой игры К Crysis 2 все достаточно по-разному относятся Но я вот считаю, что это один из лучших шутеров этого поколения И я получил прям искреннее удовольствие от него И вот, честно, иногда возникают мысли его перепройти Но, собственно, как относиться к третьему Crysis я до сих пор не понял Потому что нас ждут не менее кардинальные перемены по сравнению со второй частью То, что происходит во франчайзе Crysis напоминает Command & Conquer Вся планета, в общем-то, заражена Люди живут в городах под куполами Почему-то в этих куполах гораздо быстрее растут все растения И они прорастают насквозь все небоскребы То есть визуальный сеттинг очень напоминает игру InSlave То, что делает сейчас Naughty Dog, Last of Us Такой постапокалипсис в бетонных джунглях При этом на месте старые игроки Это корпорация ЦЭЛ И инопланетяне ЦЭФы И в общем, по сюжету пока реально отказываются много говорить Известно, что главным героем будет Профит Как-то будет участвовать Псайка Но на этом все и заканчивается Что касается геймплея Главное, что произошло с момента релиза второго Crysis Это то, что вышел Синдикат И, видимо, в Crytek очень приглянулись идеи Starbreeze-овцев Поэтому на костюм новой версии спустя 20 лет после событий Второй части он учился на расстоянии хакать девайсы СЕФов Это, в общем, как и в Синдикате, придает оптической глубины Теперь мы можем хакнуть вражескую турель оборонительную Которая начнет стрелять по своим войскам А мы в этот момент можем пробежать к нужной нам цели Вообще, Stealth Gameplay в этот раз вроде как обещает быть правильным То есть не так, что ты только Клоук снял У тебя сразу все противники увидели, что было даже во втором Crysis Теперь все выглядит более естественно Игрок чаще проводит время в невидимости Не так быстро разряжаются батарейки на костюма Теперь есть композитный лук, которым можно пользоваться в невидимости То есть стрелять по врагам стрелами с различными боеголовками, как у Рэм Самые смачные хэдшоты, конечно же, показывают Стрела летит в самоуму С крыши одного небоскреба на крышу другого небоскреба Пронзает противника Все это очень красиво выглядит Картинка уже выжимает все соки с текущего поколения игровых систем На самом деле разработчики показывали версию для PC Она выглядит фантастически Ну, естественно, ничего прорывного Сейчас игры, в общем-то, все вышли на очень хороший уровень Crysis, он скорее один из многих, чем лидер жанра Но все равно очень-очень красивый Есть многоуровневое окружение и разрушаемость И какие-то тактические заходы с разных сторон Как это будет играться, понятно, мы увидим только через год Но мне лично приятно, что сделали не больше того же самого Да, как сейчас популярно А все-таки очень сильно игру постарались переделать Игрок стал проводить больше времени в стелсе Появились зонды-разведчики у врага, которые спускают EMP Появилась на уровне высоченная трава Появились враги, которые огнеметами выжигают и траву, и, собственно, самого героя Ну, реально игра по-другому воспринимается Как визуально, так и геймплейно Ну и что в результате привело меня к мысли, что я не знаю, как относиться к кризису третьему Потому что мне атмосфера и сеттинг второго очень уже нравился А в третьем сильно координатно изменили Я вот еще пока не определился Потому что, ну, в новой игре, например, очевидно Нужно будет очень много стрелять инопланетным оружием А мне как раз очень нравилось, что в Кризисе 2 Ты там с человеческим пулеметом крупнокалиберным Крошишь в щепке пришельца В этом был какой-то адский фан Бластеры, лазеры и прочее Это, конечно, прикольно, но было уж больно много раз Кризис 3, как и все игры серии Кризис Кризис — это сюжетный шутер, в котором немалое внимание уделено личностям персонажей Его события разворачиваются в городе, заросшим дождевым лесом Это Нью-Йорк, который природа неумолимо возвращает в свое лоно Угроза для игрока в этом городе исходит как от пришельцев, так и от людей Вам придется сражаться на два фронта Но также вам придется решать, на чьей вы стороне Ведь вы — это некая помесь человека из Сэпа в этом нано-костюме Инопланетные материалы оказали на вас воздействие И теперь вы отчасти пришелец И вы понимаете их на другом уровне, нежели все остальные люди Эта тема будет подниматься по ходу игры Я думаю, что игроки, которые уделят больше внимания изучению стороны Сэпов Получат более интересный игровой опыт Никаких особых наград за это не будет, но игровой опыт будет богаче А также в игре будут стелс-элементы Поскольку они нужны для создания атмосферы напряженной охоты В условиях города, заросшего джунглями В Crysis 3 не будет стелс-игрой Это по-прежнему будет шутер Но чтобы игрок ощущал, что он охотник, действующий в условиях города, заросшего дождевым лесом Мы должны были внедрить игровые механики, вызывающие это чувство Поэтому мы добавили лук Это первобытное оружие, которое в нашей игре, конечно, высокотехнологичное Но по идее оно первобытное Чтобы добавить лук в игру, нам пришлось поменять некоторые геймплейные механики Надо было сделать так, чтобы вы могли стрелять из него, даже будучи невидимым Но с другой стороны, мы ведь не могли делать из лука универсальное оружие, которое сделает игрока неуязвимым Поэтому нам еще нужно поработать над балансировкой лука Убедиться, что он выполняет свою задачу, не делая игру слишком простой Мы должны уточнить, сколько стрел будет в одной обойме, как далеко эти стрелы будут летать и все в таком духе Мы хотим сделать пророка главным героем, потому что считаем его самым глубоким персонажем в игре Самым многоплановым У него очень сложное прошлое Его не раз толкали на принятие неверных решений, которые стоили жизни парням из его отряда И это очень больная тема для него Конечно, он понимает, что солдат иногда должен отдать свою жизнь Но он не должен погибать ради чего-то недостойного Если уж прощаться с жизнью, то с честью, ради правого дела Поэтому его прошлое очень тяготит его И поэтому он превратился в этого охотника-одиночего Но и на него самого идет охота Во-первых, его хотят поймать, потому что он единственный успешный гибрид Сефа и человека А во-вторых, его ищут, потому что он представляет собой смертоносное оружие Он единственный, кто может сорвать планы организации Селл В общем, ему совершенно некому доверять Ему остается только взять ситуацию в свои руки Он не верит, что можно взять Сефа под контроль, просто накрыв их каким-то куполом Он считает, что это полная чушь Эту продвинутую расу невозможно сдержать таким способом И Пророк считает, что Селл просто не понимает этого Как видите, у нас много причин, чтобы сделать его главным героем Да, Пророк пытается убить себя в начале Крайзис 2 А в конце этой игры мы снова видим его живым А в Крайзис 3 он является главным героем Как такое возможно? Как вы помните, действие игры происходит в будущем, в 2047 году Человек может изменить себя до неузнаваемости с помощью технологий Кстати, эта тема будет проходить красной нитью по всей игре Мы еще не рассказывали игрокам, как эти технологии работают Но обязательно коснемся этого в Крайзис 3 Сейчас я не могу об этом говорить Но, конечно, мы понимаем, что игроки будут задавать вопросы Типа, а что здесь делает Пророк? Как такое возможно? Все это прекрасно объясняется в рамках научно-фантастической вселенной Крайзис Для нового Фонару он все равно новым Старается максимально показать реальные боевые действия Сим-Сити возвращается и возвращается в своем лучшем форме образца Сим-Сити 2000 Пробегает толпа, тяп, разрушимает землю И ты такой Игромания.ру Игровое телевидение на каждый день Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова